В этом году медиа-неделя Союза журналистов Подмосковья посвящена 75-летию Великой Победы. Сотрудники СМИ вспоминают своих коллег, которые во время войны находились на фронте. Люберецкие журналисты инициировали установку мемориальной таблички Дмитрию Синютину. На торжественном открытии побывали мои коллеги. Имя Дмитрия Синютина знает каждый журналист, который работал в Люберцах в 70-е, 80-е и 90-е годы. Многие нынешние сотрудники СМИ учились у него о зампрофессии. Когда я пришла в Люберецкую правду, он работал ответственным секретарем. Он правил мои тексты, я прислушивалась, мотала на ус. И Дмитрий Николаевич всегда отличался таким добросердечным отношением к начинающим журналистам. И не только к журналистам. О Дмитрии Синютине с теплотой вспоминают и соседи. Сегодня во дворе их дома многолюдно. В памяти о выдающемся человеке на фасаде многоэтажки открывают мемориальную табличку. Прожила в этом доме столько же лет, сколько Дмитрий Николаевич. Мы были соседями на одном этаже. Замечательный души человек, светлый, необыкновенно позитивно настроенный. Это первая в округе памятная доска журналисту-фронтовику. Торжественную церемонию посетила председатель Союза журналистов Подмосковья Наталья Чернышева. Те исторические события, та война известна стала со слов журналистов. Они ведь были на передовой, иначе не сделаешь кадр, ни фотографию, ни напишешь, если ты не на передовой. И так уж случилось, что журналисты и потом писали о героях. Но о них-то никто не писал. Почти никто не писал. Исправить это решили с помощью книги «Мы нашей памяти верны». Здесь собраны рассказы о героях, тружениках тыла и о самих журналистах-ветеранах. Так жизнь устроена, что человек приходит в эту жизнь и через какое-то время уходит. Так это законы жизни. Другое дело, что в процессе этой жизни делает человек и какой след после себя он оставляет. Я думаю, что многие поколения еще будут еще раз перечитывать, вчитываться то, что все время писал и излагал Дмитрий Николаевич. Открытие памятной таблички Дмитрию Синютину стало ключевым событием Люберецкой медианедели. С 14 сентября в округе проходит череда мероприятий, объединяющих журналистское сообщество.